А знает ли кто-нибудь о том, что 255 лет назад, в августе 1760 года, императрица Елизавета издала указ, запрещающий чиновникам брать взятки? А знает ли кто-нибудь, когда этот указ вступил в силу? Правильно, никогда. Депутаты от Единой России забраковали в первом чтении. Шутка. Впрочем, сегодня будем говорить не о коррупции, до выборов меньше недели, поэтому предлагаю выборную риторику поставить во главу угла и поговорить, нет, не о самих выборах, а о политтехнологиях, которые нынче в тренде, то есть о том, как нас с вами, а из нас с вами дураков в политике делают постоянно, и мы ведь на это ведемся, проедемся по всем без исключения, начинаем. А начать хотелось бы с Алексея Анатольевича Навального. Мы здесь власть! Этот человек гений самопиара, хоть их вот уже пару лет, не имеет права никуда избираться. Да он и не планировал, как мне кажется, потому что, как юрист, прекрасно знает, что с его условным сроком он просто по закону не имеет права участвовать в каких-то выборах. Зато данный политик потрясающе умеет втирать очки аудитории, мол, не так это, ребята, не так. Я сейчас как? Соберусь? Да как? Пойду? Да как? Выдвинусь куда-нибудь и пусть только попробуют меня не зарегистрировать. Идет, не регистрирует. Приходят новые выборы, Алексей проворачивает ту же схему. Ну, удивительно, но это уже несколько лет работает. Люди Анатольевичу верят, почему-то вот верят и все. Его сторонники отчета считают, что если в прошлый раз ему отказали в регистрации из-за непогашенной судимости, то в этот раз будет как-то иначе чего-нибудь хитрый оппозиционер да придумает. Причем забавно так. В случае с Удальцовым, который отсидел пять с половиной лет, и теперь прежде чем куда-то выдвинуться, ему нужно выждать еще от трех до восьми, ну, по закону, потому что так положено, народ все понимает. А вот в случае с Навальным, который де-факто в данный момент срок свой условный все еще отбывает, его в семнадцатом пятере приговорили, то есть 22-й плюс испытательный срок около года, не уверены люди. С Навальным должно быть по-другому. Прям, знаете, вот какая-то женская логика. Сама придумала, сама поверила. Отмечаю юбилей. Шесть лет уже прошло с того момента, как я начал регистрировать партию. И вот в руках у меня очередной ответ от Минюста. Я его переверну, и мы с вами узнаем, разрешается ли в России регистрировать политические партии настоящей оппозиции. А еще главный оппозиционер страны очень любит организовывать протестные митинги, правда, сам в них почти никогда не принимает участие. Перед началом протестов, потому что его все время неожиданно задерживают, причем, повторюсь, это всегда происходит неожиданно, подозреваю, эта история как-то как раз с судимостью связана, чтобы из условного его срок в реальный не превратился. А кроме того, Анатоличу, сейчас буду говорить только о Москве, почему-то постоянно отказывают в проведении этих самых акций протеста, правда, только на Тверской, однако в штабе Навального на этой маленькой детали предпочитают внимание не акцентировать. Вот и в этот раз Алексею снова отказали в митинге на главной улице столицы, который он запланировал на 9 сентября. Он запланировал. Никогда не догадаетесь, по какой причине отказали. День города, потому что Москва будет праздновать. Вот сволочь, а! Представляете, как все подстроили? Тут, правда, есть один нюанс. Свой день рождения Москва действительно празднует каждое второе воскресенье сентября, причем аж с 1987 года. Ну, откуда ж Навальный-то мог об этом знать? Поэтому, ну, опять отказали по беспределу. Ладно, хватит о Навальном, там есть еще о ком. Это реальная журналистика, пиар и пиарасы, тема сегодняшней программы, и состоять она будет из двух серий. Не беспокойтесь, дураков из нас пытаются сделать действительно все, не только, Алексей Анатольевич. Поехали! Коммунисты, мои любимые, нет, я отнюдь не отказываюсь, что действительно считаю эту партию единственной реальной силой, способной в сегодняшней ситуации выпихнуть табуэтку из-под надоевшей всем их завравшейся или взорвавшейся в конец ЕР. Ну, блин, ребят, вам сперва ряды неплохо бы почистить от проходимцев и откровенных демагогов, а иногда даже дураков. Ну, все ведь мы помним, да, недавнюю историю, как в Туве член КПРФ организовал наезд силовиков на журналистку, посты которой в соцсетях ему не понравились. Мне вот интересно, а в руководстве Компартии как думают, насколько здорово данная история отразилась на имидже их организации? «Влазь за репосты прессуют, теперь еще ваши начали!» Ну, или вот другой пример, пожалуйста, на этот раз из Новосибирска. Нам предлагают выборы без выбора. Зачем нам принимать участие в этом спектакле? Я предлагаю бойкотировать выборы в губернаторы. Стесняюсь спросить, вот этот вот товарищ, что стоит на сцене, он вообще чьи интересы представляет? Какой политической структуры в смысле или какого политика? У меня сложилось ощущение, что он за действующего губера-единороса. Поясню. Как мне кажется, уже всем нормальным людям давно, очевидно, бойкот выборов играет на руку исключительно кандидатам от действующей власти. Чем меньше народу приходит на участки, тем выше проценту фаворита. И это не я придумал математика, это называется. Примеры нужны. Пожалуйста, выборы в Госдуму в 2016 году. Давайте вспомним. Минимальная явка за последние 20 лет приводит к оглушительному успеху ЕР. Они столько в жизни не набирали. То же самое повторяется через год, в сентябре 2017-го. Наконец, президентская кампания. 50 миллионов человек на участки не пришли, зато явились все сторонники Владимира Владимировича. Итог почти 80% царь набрал. Так за кого мужик-то этот агитировал, призывая к бойкоту? Господа из ЦК, а ведь это ваши косяки. В первую очередь, ваший господин Зюганов, ваший господин Рашкин. Это в ваших региональных отделениях происходит неконтролируемый бардак. Поэтому люди от вас шарахаются, не верят они вам. Выборы забрались с этим. А то обманываете народ. Получается, ну и второй момент. Господа бойкотеры, хочу к вам сейчас обратиться. Но это считайте лирическим отступлением. Вот ваш любимый лозунг. Зато я в этом не участвовал. И результатов тех выборов не признаю. Ага. Тогда объясни мне, дорогой гражданин. А пенсионная реформа, значит, тебя не коснется, получается. И цены для тебя в магазинах расти тоже не будут. Тарифы ЖКХ, опять же. Ну, ты же не признаешь результатов выборов-то. По логике, законы российские на тебя теперь не распространяются. Верно ведь, да? Ладно, дальше. ЛДПР. Обожаю этих ребят. На каждом углу кричат, а мы, мол, оппозиция. А можно уточнить, кому? К Путину? Так нет. Ваш папа как раз прославляет все время царята. Чуть что говорит, что он самый правильный мужик и политик на планете. Короновать Владимира Владимировича кто первым предложил? Вот, пруф, и пожалуйста. Там же другое название государства. Другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Тогда еще раз. К кому вы в оппозиции-то? Ах, к Единой России. Стоп. Так это ж партия президента. Ну, они себя так позиционируют. Во всяком случае, сам президент, к слову, от этого тоже не открещивается. Вон на прошлой неделе какую агитку для них замутил. Аж 30 минут в эфире вещал, сказал, мол, верной дорогой идете, товарищи, в плане пенсионной реформы. В смысле, к слову, о пенсионной реформе. А вы же вроде ее противники, да? А как же тогда вы главного поддерживаете, который высказался за данную реформу? Да и так, если покопаться в истории, там столько подобных нестыковок уже случалось. У меня к вам тогда только один вопрос. Кому вы парите мозги? Изгадь, я бы сказал. Козюськи. А вот на этой оптимистичной ноте прервемся. Я в самом начале выпуска сказал, что программа будет двухсерийной. Ну, во-первых, по хронометражу я не вписываюсь. А сказать еще есть что и немало. А во-вторых, считайте, что это маркетинговый ход такой. Мне, правда, столько всего интересного. Хочется вам поведать про СССР, да? Мы не сказали. Самое-то главное, про любимую в народе единую Россию. Россию плюс бонус небольшой ожидается. Так что продолжение следует. И это была реальная журналистика. Простите, что сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе напоминаю больше серии этого замечательного сериала. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться. Не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Обязательно поднимем. Обязательно обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok